Тюменская область готова к пожароопасному лету. Завершена работа по созданию минерализованных полос. Проведены контролируемые полы. Пожарные мониторят ситуации в пределах населенных пунктов. О том, как это происходит, Людмила Чапурных. Чтобы вырастить урожай, Галина Корибаева борется с сорняками не только на своем, но и на соседнем участке. Хозяева там не появляются уже много лет. Нашему участку 12 лет. За все время хозяина видели первого один раз. Сейчас уже трава вылезла, а вот весной или осенью вот такой сухостой, вот видите, сено под самый забор. Спичку брось, рядом девятиэтажки. Мы уже тушили два раза наш забор. Пожаров боятся и в поселке Багандинске. Здесь, в самом центре, несколько огромных заброшенных участков. Ответственность за пожарную обстановку в населенном пункте несет глава. Поэтому и борется как с сорняками, что растут на ненужной земле, так и с хозяевами. Мы занимаемся тем, что трава вырастает, мы ее сначала в кучу съем, а потом в обратную сторону, чтобы не было пожаров от этого участка. Во-первых, штраф серьезный. И по благоустройству мы тоже выписываем протокол. Сначала предписание, потом протокол, а потом уже и тащим его на комиссию административную и наказываем его. Штраф за такую картину на участке от 20 тысяч рублей. Плюс к этому в пожароопасный сезон могут наказать рублем и сотрудники МЧС. Наказание предусмотрено в пожароопасный период от 2 до 4 тысяч. Ну а штрафовать человека никак мы его не можем, если он не выходит на контакт. Тут, наверное, надо уже материалы собирать и передавать, наверное, как-то в суд. Вот уже несколько месяцев с владельцем этого участка судится правление СНТ Каштерлинка. 18 лет дача зарастает травой. Тут был колодец, но его в помине нет. Там теплица была, она вся развалилась. Галина Гусева была председателем 10 лет, пока не сложила полномочия, боролась с хозяином, что не обрабатывает участок и не платит по счетам. Этой зимой наконец-то состоялся суд, но его решение было на стороне владельца. Они объясняют, раз есть строение, мы ничего не можем сделать. Однако в скором времени нерадивые хозяева могут лишиться своих участков. Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Госдуме. Новые правила коснутся бесхозных земель как на дачах, так и в населенном пункте. Если в течение трех лет хозяин не построил на своей фазанде даже маленького домика, а территория зарастает бурьяном, тогда он может лишиться своего участка, при этом не получит никакой компенсации. Что же касается соседей, которые захотят расширить свои границы, то они могут выкупить заброшенный участок на общих основаниях и по рыночной цене. Кстати, такие правила уже действуют для земель, что муниципалитеты сдают в аренду для посадок и для построек. Правда, в этом случае те, кто их взял, делают все, чтобы стать полноправными хозяевами. Людмила Чепурных, Дмитрий Кондратенко. Тюменское время.